Ты хочешь отношений, да? А что ты для этого делала? Ну, ты говоришь, что я просто хожу там в своих мыслях, ни на кого не смотрю. Я пыталась на сайтах знакомств общаться, но буквально по первым, двум, там, трех сообщениям становилось все понятно. Я ходила на свидания на некоторые, ну, сколько-то их было. Сейчас нет, где-то год назад они были, я пыталась, тоже ничего не получалось. А что, это обобщенно, что значит ничего не получалось? Ну, не нравились мужчины. Чем? Они не подходили под этот запрос? С кем-то было скучно. То есть важно, чтобы мужчиной было не скучно? Нет, 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 я сейчас не про веселость говорю, мне какое-то внутреннее такое вот, как будто не мое, я не знаю, как объяснить еще. Ну, много абстракций. Неинтересно, неинтересно. Ну, он глупый, эти мужчины глупые. Ну, какие-то, ну, какие-то были, мне важно, чтобы мужчина был интеллектуально развит. Сколько времени это было на сайте знакомств? И сколько у тебя в итоге было свиданий? За какое время? И ты можешь примерные цифры привести? На сайтах знакомств я периодически захожу. Ну, как там дела? Когда я там активно сидела, да, то есть, ну, скажем, каждый день там, да, заходила, вот, то был период, когда, ну, допустим, я не помню точно число, но где-то до 10 свиданий точно было. В какой промежуток? За полгода, допустим, да. На сайте знакомств точно есть классные мужчины. И вот фразы про то, что там плохие мужчины, да, типа хуже, чем где-либо. Нет, статистически везде мужчин одинаково, статистически. Везде есть ненормальные и нормальные, везде нормальных меньше, а ненормальных больше. Просто на сайте знакомств важно, да, это не то, какая вы в жизни, а на сайте знакомств это важно, что вы там презентуете, что вы показываете, да, то есть, некую обложку, которая состоит из ваших фотографий и из вашего описания. И это критично важно. Если у вас неправильные фотографии, неправильное описание, понятно, вам будут писать не те мужчины. Тогда вы играете в лотерею, тогда вы пытаетесь в стоге сена найти иголку, тогда, конечно же, вы будете разочарованы в сайте знакомств и так далее. Ну, хорошо, об этом мы чуть позже поговорим. Так, хорошо. Я думаю, что что-то во мне есть, я хочу понять, что, что отталкивает, и работать с этим для того, чтобы ситуацию изменить к лучшему. Что отталкивает? Что отталкивает мужчин, да. Что не привлекает вообще, в принципе. Хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Первая тема – это как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать. Вторая тема – это как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор. И третья тема – это как создавать по-настоящему счастливые отношения, где один плюс один равно одиннадцать. Это уникальный курс авторский. То, что вы там услышите, поймете, узнаете, осознаете, вы не получите ни в одной книжке и ни в одном платном курсе других учителей. Это увлекательный, интересный курс без воды. Да, я затрагиваю все эти темы для того, чтобы поменять ваше мышление, чтобы вы начали мыслить по-другому. И ваше мышление новое приводило к выгодным для вас результатам и к устойчивому благополучию. Поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке, регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе. И я гарантирую, что вы будете довольны тем, что вложили в это свое внимание и время. Что должно произойти? Ты понимаешь, о, все сдвинулось с места. Только давай не про замуж, не про что-то большое, а вот какое ближайшее действие, событие должно произойти, которое ты скажешь, блин, ну прикольно, такого раньше не было. Как симптом чего-то нового, чего раньше у тебя не было. Это должно быть свидание одно, после которого мужчина пригласит на еще одно, потому что давно такого не было. И он предложит какие-то действия в мой адрес. Не проблема вызвать такси там или так далее, мне сказать, но было бы здорово, чтобы он предложил это. Но я боюсь просто более большие, обширные вещи говорить. Не надо ждать, что мужчина сам предложит. Хорошо. Ну, это вообще не принципиально, кто предложит. Тогда мне хотелось, чтобы, если я это попросила, он с удовольствием сделал. У тебя такого не было? Было давно. Ну, а зачем? Ну, если у тебя было, это значит, ты уже умеешь так. Ну, если давно нет, то, наверное, я разучилась уже. Хорошо. Представим, следующее что-то новое. Новое. У меня был мужчина, который давал мне денег, но не обеспечивал. Мне хочется, чтобы был мужчина, которым я обеспечивал. Не давал, давал денег, но не обеспечивал. Так как? Ну, какую-то сумму присылал в месяц. Это, она была, она не покрывала все мои расходы. А почему это не обеспечение? Потому что не покрывала все расходы? Для меня обеспечение, это когда, да, мне не нужно свои тратить. Хотелось бы так. То есть, чтобы это была какая-то сумма. Это уже дальше. Ну, понимаешь, это время какое-то может пройти. Это не факт, что это быстро произойдет. Давай такси и сразу обеспечить. А что-то еще посредине? Конечно, сразу. Нет, нет, я имею в виду, что еще посредине? Какие еще есть? Вот, к чему можно привязаться как цель? А чтобы мы ходили, посещали какие-то места. Желательно, чтобы мы, ну, не просто гуляли где-то в парке, да, чтобы мы, например, посидели где-то, узнали друг друга в ресторане, допустим. Было бы тоже славно. Тебе не кажется, что очень много абстракции? Ну, ресторан вполне себе понятное место. Это мелочь. Что тут такого, если мужчина пригласит в ресторан? Ну, мне приятно будет от этого. Понятно, что приятно, но это не особое достижение. Это, ну, мне кажется, у тебя было, те, что не звали в ресторан? Ну, было, но опять-таки это было давно. То есть то, что было давно, мы обнуляем и заново. Ну, как будто, да, мне надо хотя бы то, вспомнить, как это было, в принципе. Ну, ты понимаешь, что то, что ты хочешь, это, ну, не то, чтобы, это не то, чтобы даже мелко, это как будто бы, знаешь, тебе очень не хватает тепла, и ты, да хотя бы пусть в ресторан меня уже отведут. Не совсем. И буду рад этому. Мне бы хотелось, чтобы в ресторан пел мужчина, которому неинтересен, а не просто мужчина, которому интересна я. Я могу сходить с мужчиной, который меня позовет, но если он мне неинтересен, мне будет скучно. Я не люблю проводить время с мужчинами, которым нет никакой симпатии или интереса. Мы ни в коем случае не намекаем вообще на это. Я понимаю, конечно. Не нужно тратить время на тех, что неинтересны. У меня не было давно взаимного чего-то. Резюмируем, фиксируем, да, что мужчина, который тебе потенциально нравится, он вызовет такси. Ну, ты же не знаешь, заранее он тебе нравится или нет, правильно? Он тебе вызовет такси. И второе, пройдет свидание, ты поймешь, о, он мне интересен, и это все. Нет, я пойму, что я хочу его узнавать, он мне интересен, я хочу его дальше узнавать. Он меня как личное заинтересует, что там внутри у него. Я сейчас не про внутренний мир, а вообще в целом, чем он живет. И его будет также интересовать я, как личность. То есть мы будем узнавать друг друга. Смотри, есть классика постановки целей. Всегда есть вопрос, как я пойму, что я цели достиг. Как я пойму, что я похудел. Но я становлюсь на весы, я вижу весы. И как я пойму, что я зарабатываю больше? Ну, на один рубль больше или там достиг какая-то отметка. Ты говоришь абстрактные вещи, но мы будем узнавать. Пойми, это абстрактно. Но это все равно, что я говорю, я хочу больше денег. Ну, окей, вот тебе на 10 рублей больше. Цель достигнута, у меня больше денег. У меня на 10 рублей больше денег, чем раньше. Вот у меня был миллион, а сейчас миллион и 10 рублей. И ты так же говоришь, ну, мы будем узнавать друг друга. Ну, мы будем там ресторан, понимаешь? А я за то, чтобы привязаться к чему-то более весомому, измеримому. И то, что невозможно оспорить. Понимаешь? Вот мы, наверное, будут следующие выпуски. И ты скажешь, вот мужчина меня позвал в ресторан. И вот мы, он мне понравится, мы классно проводили время. Зрители скажут, и что? Это ничего, ну, скажешь, мелочь какая-то. И что, ну, он мне интересен. Ты пойми, ты когда, вот ты говоришь, мне мужчины никто не нравится. Ты понимаешь, что с тобой произойдет, когда перед тобой появится мужчина, который тебе нравится? Тебе станет страшно. Да. И ты почувствуешь себя жутко неуверенной. И при этом ты скажешь, ну, цель достигнута, мы в ресторан сходили. Поэтому это тоже то, что я вижу. Большой цели не умеют ставить. Хотя это, в каждой книжке написано. Там в интернете об этом информации просто море, просто по горло этой информации. Цель – это конкретно измеримое, как минимум. Ну, видимо, есть проблема. Да, ну, давай попробуем, давай переформулируем. Что-то, что можно измерить. Мне хочется понять, что между обеспечением стоит, да, и, допустим, цветы, там, машина, ресторан. Вот между, вот что-то очевидно вот там, но что там, я не знаю. Ну, я могу подсказать. Есть такая тема, как горизонтальный танец? Нет. А, не то подсказываю, понял. Может быть, кто-то из зала подскажет? Может, кто-то из зала подскажет? Есть у нас комментарии? Я понял. В следующий раз нужно в зал этот, я не пью алкоголь, а вам нужно, да? Перед входом этот глоток вина. Я вспомнила. А ну? Например, совместное жительство. Позвать жить. Ну, это время должно произойти. Вряд ли, ты понимаешь, мы сейчас коснемся этой темы, про, я так понимаю, горизонтальный танец – это острая тема в твоем случае. И просто мне сложно представить. Вот ты говоришь, целеустремленный мужчина, работает. Там не какой-то там карьеру строит, а бизнесмен, занят все время. И он тебя позовет жить без горизонтального танца? Это возможно. Но тогда мы должны понимать, что мы еще больше сужаем круг целевой аудитории. Да? То есть, условно, тогда тебе нужно идти в церковь. Ну, это без сарказма я сейчас говорю, да? Или там думать, окей, а где тогда тусуются те мужчины, которые тоже ищут вот такую девушку с таким мышлением. И они скажут, вот, я тебя наконец-то искал. Но мы должны понимать, что эти еще вот, еще уже этот круг мужчин, да? И их нужно чуть ли не со снайперской винтовкой где-то вылавливать. И если ты к этому, на это готова, то, ну, тогда мы должны понимать, что срок достижения цели может удлиниться, это нормально. Ну, вот как в команде мы понимаем, да? Мы ищем там директора по маркетингу. И я понимаю, что мне какой попало не нужен. Ну, вот просто не нужен. Вот для галочки не нужно. И я понимаю, что сильного директора по маркетингу, я допускаю, что мы можем искать 3 месяца, 6 месяцев. И я даже готов, что мы, скорее всего, мы можем и не найти. Ну, скорее всего, найдем, конечно же. Но, понимаешь, вот тут то же самое. Ты говоришь, там, бизнесмен, много работает, горизонтальный танец ему не нужен, зовет... Ну, нет, нужен, конечно. А, нужен. Так, а что по поводу танца? По поводу танца то, что я искала таких мужчин, как вы сейчас, как ты сейчас говоришь, вот, но они уже немножко у них совсем край. Крыша поехала. Да, и с ними это тоже не... С ними совсем долго. Логично, в принципе. Вот, дело в том, что... Особенно, если ему 45, да, уже там, ну, под 50. Дело в том, что долгое время у меня... Меня так воспитывали в целом, да, я не в религиозной семье росла, то есть меня верили, но не фанатики. Но у меня так выстроилось, что когда-то в подростковом возрасте у меня этого не случилось. Не потому, что я этого не хотела, а просто почему-то не случилось. И потом... И не случалось. Потом у меня была уже четкая позиция, нет, только после свадьбы. То есть у тебя сейчас четкая позиция только после свадьбы. Так вот, дело в том, что ее сейчас уже нет, потому что мне уже годков не 18, а этого не было. Касики тикают, да, можно так сказать? То есть я не против, но у меня здесь немножко более будут длительные разговоры, то есть об этом. Можно конкретнее, пожалуйста? Ну, мне нужно будет с мужчиной это обсуждать. Ну, например, что именно? Например, мне нужно понимать, что он знает мою ситуацию, что у меня этого не было, и у меня это будет... Для меня это будет... Не было чего, опыта такого? Да. В смысле, вообще у тебя не было? Да. То есть ты девушка? Да. А сколько тебе лет? 29. 29. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...